Среда – основа вашего мышления, что сформирует ваше сознание. Один миллиардер давал такой совет. Если вы оказались в комнате, посмотрите, кто самый умный, учительница у него. Однажды вы поймете, что вот этот потолок, который вы достигли, является чьей-то полю. Нельзя работать ради имущества. Надо работать ради того, чтобы испытать себя. Вы понимаете, кто сегодня первый, когда-то был последний? Большие достижения требуют глобальные изменения. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Я очень-очень рад, что вы смотрите нашу рубрику. Дорогие мои, никогда не забывайте ставить лайк, поделиться нашим рубриком своим знакомым друзьям, чтобы принести пользу. Станьте причиной изменения жизни многих людей. Знаете, я заметил, что кто распространяет хорошего, кто становится причиной изменения жизни других людей к лучшему, он всегда достигает больших результатов, потому что у него созидающее мышление. Есть у людей разрушающее мышление, а есть люди, которые у них есть созидающее мышление. Созидающее мышление чем отличается от разрушающего мышления? Например, есть люди, которые постоянно завидуют, есть люди, которые постоянно плохо думают, есть люди, которые постоянно жалуются жизни, у них генилой психологическая установка. Они во всем видят плохое. Это как раз разрушающее мышление. А есть создающее мышление. Люди делятся все самое хорошее, что у них есть. Делятся своими деньгами, которые зарабатывают. Делятся своими знаниями, которые умеют. Делятся своими способностями, которые у них есть. Как минимум кого-то вдохновляет в жизни. Так что, дорогие мои, вот этот мир, который вы видите, это результат создающих людей. Это результат создающих мышления. Эти дома, эти дороги, эти машины, эти рубашки, одежды, Эти техники, которые мы с вами используем, это результат плоди, созидающего мышление. Теперь на эту тему, эту рубрику я хочу говорить. Среда – основа вашего мышления, что сформирует ваше сознание, именно ваша среда. Дорогие мои, это речь будет идти о средах. Это первое, что влияет на ваше мышление, а мышление определяет, кем вы станете. Ваше мышление, ваши взгляды жизни, ваша точка зрения, именно это определяет ваше убеждение. А ваше убеждение помогает вам стать кем, кем вы можете стать. Жизнь для вас будет легко или трудно и так далее. Это все, можно сказать, результат вашего убеждения, во что вы верите. Вы не видите все, внимание обратите, вы не можете видеть все, вы видите только то, во что вы верите. Для того, чтобы добиться больших результатов в жизни, пожалуйста, внимание, большие достижения, они требуют глобальные изменения. Большие достижения, они требуют глобальные изменения. Большие достижения, они требуют глобальные изменения. А вот это изменение должно начнется от вас самих. Изменить свою точку зрения, изменить свое мышление, изменить свой план, лучшую сторону, изменить свою стратегию, свои действия, качество вашего решения. Если вы будете продолжать делать то, что делали год назад, если вы будете продолжать делать то, что делали раньше, у вас будут результаты, как и раньше. Ничего не изменится. Но если вы хотите большие достижения, то измените все. Дорогие мои, откуда я понял, что среда большой роль играет? И она очень сильно влияет на ваш выбор. Вот, скажу вам. Посмотрите, если вы заметили, все миллионеры, все успешные люди говорят, что измени свою среду, измени свое окружение. Когда впервые это слышали, я задумался об этом. Это было еще в 2000-х годах. Я очень серьезно задумался об этом. Знаете, когда вы этого говорите обычному человеку, он думает, а что теперь, друзьями не общаться, что ли, родственниками не разговаривать, что ли? А это что? Это же высокомерие, это же какое-то предательство. Знаете, у многих людей, которые бедные мышления, они эти фразы так воспринимают. А что теперь, не признавать своих друзей, что ли? Не ходить к ним в гостях, не ходить к ним на свадьбах. Нет, ребята, давайте я вам расскажу одну интересную вещь. Сначала вы задумаетесь. Когда-то вы ходили в детский сад, так? Когда-то вы ходили в детский сад. Это было вот в этом полке. Вы ходили в детский сад. Согласны? Вас окружали другие ребята. Но по окончании детский сад вы пошли в среднюю школу. Но когда вы пошли в среднюю школу, соответственно, вас начали окружать другие люди. Я уверен, что не все, кто с вами ходил в детский сад, пошло в тот школу, в которую вы пошли. После окончания средней школы вы пошли в вуз. У вас появилось другое окружение, другая среда. Это что, было показатель, что вы предатель, что вы своих одноклассников предали? Это было показатель, что вы недобропорядочный человек? Нет. Это показатель, что вы выросли. Вот показатель чего. Вы выросли, вы пришли на новый уровень. После того, когда вы заканчивали вуз, вы пришли опять на новый уровень. Вы пошли работать, вас окружили другие категории людей. Когда вы хотели строить карьеру и так далее. Это поэтапа в вашей жизни. Другие люди появлялись. Вот эта социальная лестница создана обществом. Вы его проходили. А почему? Вы пошли в армию, там другой категории людей и так далее. Запомните мои слова. С одного слоя, с одного возраста, переход к другой возраст. И всегда пришлось вам покинуть предыдущий круг, чтобы в новой круге оказаться. Когда впервые в 2000-х годах я услышал эту фразу о том, что «измени свое окружение» и так далее, я сначала, в самом начале не понял, потому что у меня тоже было такое ограничение в моей сознании. А потом сидел и задумался. Это же действительно так. И что я делал? С 2000-го года до сегодня, 2020-й год, 10 раз я поменял свое окружение. Целенаправленно я планировал, создал ту среду, которая мне нужна. Я первый раз, когда приехал в Россию, я посмотрел, что я полгода работал грузчиком и так далее, немножко понял рынок и так далее, в 26-ти годах был. Я анализируюсь сейчас и задумаюсь, почему большинство наших народов в Средней Азии остаются черноработниками. Именно по той причине, что продолжает на рынке работать, продолжает стройка работать, тяжелым физическим трудом продолжает работать. Понимаете? Поэтому моя судьба, она формировалась по-другому. Я просто изменил свою среду. Просто по-другому делал. И целенаправленно с 2000-го года, каждые 2-3 года я изменил свою среду. Откуда вы узнаете, что вам пора изменить эту среду? Пора вам новый уровень. Если вокруг вас, среди всех ребят, вы больше всех зарабатываете, среди всех ребят, кто вас окружает и дружит. Те вещи, которые вам интересны, им уже неинтересны. Те вещи, которые они говорят, вам становится неинтересно. Она как выглядит, что не нужно вам. Это не помогает вам достигать вашей цели. И третий показатель. Вы видите, что эти люди только от вас долги просят? Они тащат вас назад. Они приходят к вам, 30% из них, как минимум, приходят к вам только с проблемами. Они не помогают вам стать лучше, лучше. Это показатель, что пора перейти на новый уровень. Один миллиардер давал такой совет. Если вы оказались в комнате, посмотрите, кто самый умный, учитесь у него. Но если вы в этой комнате оказались самым умным человеком, покиньте эту комнату, иначе вы умрете. Изменили свою окружение 10 раз. Год за год, значит, каждые 2-3 года и так далее, и так далее. И слава Богу, с каждым разом я искал людей, которые умнее меня, у них больше власта, у них больше доступа к связам, у них больше доступа к деньгам, они более умнее меня. И каждый раз я оказался учеником снова и снова, снова и снова. Снова и снова. Вы понимаете, кто сегодня первый, когда-то был последний? Иногда вам кажется, что вы все поняли. Иногда вам кажется, что вы умный человек. Иногда вам кажется, что вы много знаете. Но однажды вы видите, что среди ваших родственников, друзья, знакомые, вы больше всех зарабатываете. Вы намного известны, намного уважаемы. Я это называю достижением потолок своего уровня. Но когда вы достигаете свой потолок, вы поймете, что... Однажды вы поймете, что вот этот потолок, который вы достигли, он является чьей-то поль. Вы понимаете? Это всего лишь чьей-то поль. Над вами можно 100 этажей. Есть люди, которые умнее, и люди, которые чего-то добились. И надо осознать это. И никогда не останавливайтесь на достигнутом. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Иначе вы умрете. Я могу уверенно сказать, что трава растет каждый секунд, каждый минут. Трава, даже трава, которая на улице, она умнее, чем человека порою. Потому что у него заложено в принципе саморазвитие. И расстает, старается, наследство давать, цветы бросает и так далее. Продолжает жить. А некоторые люди, как удовлетворяют свои необходимые потребности, машина, дом, жилье и так далее. И на этом заканчивается их развитие. А почему? Потому что голод закончился. Нельзя работать ради имущества. Надо работать ради того, чтобы испытать себя. Вы знаете, что касается меня? Иногда люди меня спрашивают, почему ты обучаешь других и так далее. Вы понимаете, что касается меня? Я вам скажу. Я хочу, чтобы конца жизни оглядывать назад. И чтобы я почувствовал, что всю свою шанс я использовал. Я хочу свою жизнь максимально использовать. Чтобы потом ни грамм не сожалеть. Я не знаю, сколько лет осталось. Один бог знает. Кто знает, завтра ты живой или мертв. Но максимум, те дни, которые дано, максимум надо его использовать. Дорогие мои, поэтому создайте ту среду, которая вам нужна. С этого дня. Как я делал? Я каждый раз составляю список людей, с которыми я хочу дружить. Я составляю этот список и ищу их, изучаю их, думаю о них, пишу им. Вы знаете, как самое интересное, что большинство из них начнет со мной общаться. Кто-то из них спустя два года, кто-то через три года. Вы понимаете, о чем вы думаете? То появится в вашей жизни. К чему вы стремитесь, рано или поздно появляется в вашей жизни. Значит, это первая вещь. Вторая вещь. Читайте много книги. Читайте очень много книг. Вы знаете, я прочитал книги Стивенкова. Несколько его книг. Прочитал очень много его книг. Вот эта книга, одна из самых лучших книг, которые есть, книга Стивенкова. Одна из его лучших книг. Вы знаете, когда прочитали эту книгу, мечтал с ним увидеться. Я поехал к нему на консультации. Я встречался с ним. Я задавал кучу своих вопросов ему и так далее. Царство Небесное, конечно, он уже ушел от жизни. Дай Аллаху, в раю ему место. Но вы знаете, это величайший мудрец. Это человек, который за последние 20-50 лет изучал очень много книг об успехе и разработал свою формулу. Что я хочу вам сказать? Каждый раз, когда я прочитал книгу успешных людей, я думал о них. Я думал, как мне быть? Как я могу с ним увидеться? Как я могу задавать вопросы? Вы знаете, мы живем в самое лучшее время на земле. Почему самое лучшее время на земле? По той причине, что многим людям недоступно было то, что нам доступно сейчас. Мы живем в одно и то же время, когда это мудрецы, это гуру живут. Вы представляете? Вы можем их слышать. Сегодня он думал, и мы его встретим. Например, когда в школе учился, я прочитал книги древнеперсидского народа Фердавсея, Рудакея, Абу Алибни Сено, это Авицейна, которые известны в мире. И я читал Умар Хайям. Я думал, какие мудрецы жили на земле. И я иногда думал, почему я народился в тех времен, чтобы у этих людей чему-то научиться. Понимаете? В школьные годы я об этом думал. А я сейчас думаю, нам очень повезло по сравнению многих людей. Мы живем в одно и то же время, когда есть огромное количество мудрецов в этом мире. И мир идет вперед. Вот так, дорогие мои. Создайте свою среду. Читайте много книг. Это все влияет на ваше мышление. Создайте свою среду. Среда – это фундамент того, что влияет на ваше мышление. Пишите комментарии, что вы поняли, что вы брали. Пора от разговора прийти к действию. Помните, что изменения происходят, когда будут действия. Снова повторю, большие достижения требуют глобальные изменения. Измените себя. Начните от самого себя, а все остальное произойдет. Вы изменяете свой образ жизни, вы изменяете свою точку зрения, вы изменяете свою работу и так далее, и так далее. И вы станете новым человеком. И вы однажды это поймете. Желаю вам успехов. Ставьте лайк. Рекомендуйте эту рубрику своим знакомым, друзьям. Продолжайте свой сепочек образования. Больше 300 часов надо меня послушать. Смотрите слева и справа. Нажимайте на следующее видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова